Слава Украине! Привет всем от Палмонского! Друзья мои, есть новый пакет помощи от Соединенных Штатов Америки на 375 миллионов долларов. Напомню, это пакет помощи со складов американской армии. То, что приходит со складов, а не то, что производит промышленность по другим пакетам помощи. Напоминаю, между этими вещами есть разница. Это одни поставки, а то другие. Вот эти, они более дешевые. Почему? Потому что то, что находится на складах американской армии, и там уже, не знаю, на этом складе лежит 10, 15, 20 лет, может быть, по-разному. Эти вещи в результате уцениваются, и они дешевле. Ну, а то, что поступает прямяков с заводов, это более дорогие вещи. Ну, просто надо понимать немножечко разницу между теми и теми вещами. Вот, кстати, откуда потом берутся пересчеты. Поставили по одной цене, пересчитали, оказывается, не ушли какой-то коэффициент за то, что оно там лежало уже, черти, сколько лет на складах. Вот. И вот получается в 6 миллиардов разница вот отсюда. Вот. Но не суть важно. Вот сейчас 375 миллионов долларов пакет. Я сейчас расскажу, потом будет вишенка на торте еще интересная. Значит, первое, это боеприпасы для Хаймерс. Ну, в Хаймерс у нас используются хвост и в гриву. И боеприпасы для них, конечно же, нужны. Это расходники. Следующие расходники, это для гаубиц снаряды 155 миллиметров и 105 миллиметров. НАТОвские калибры. Мы их тоже самое используем в хвост и в гриву постоянно. Следующие противотанковые ракеты ТОУ. Ну, что это такое? Это ракеты, заточенные под уничтожение именно танков типа Т-72, Т-64 и так далее. Вот, прекрасно, кстати, себя показали. И Т-90, неважно. Она, это тяжелая ракета, сносит башню чему угодно. Такая типа нашей Стугны. Вот, ну, противотанковые системы, опять-таки, Джебелин и АТ-4 прекрасные. Зарекомендовали себя отлично. Тоже уничтожают любую российскую бронетехнику. Следующие, это бронетранспортеры М11-17. Хороший бронетранспортер, качественный. У нас их довольно много, несколько сотен. Вот еще сколько-то поставят. Следующие, это бронированные авто МРАПы, там, те же самые МАКСИКС Интернешнл. Очень хорошие бронеавтомобили. Мы их используем, что называется, хвосты в гриву. Очень часто, очень много используем эти бронеавтомобили. Они держат подрыв мины. У них шикарная абсолютно броня. Сколько они выручили наших солдат, не сосчитать. Ну и следующее, патрульные катера и прочие товары, которые не афишируются. Но вот, что утверждает, интересный момент, что утверждает по этому поводу американское агентство ABC. Они довольно знающие агентства, репутационные. Так вот, они утверждают, что будет еще одна очень интересная вещь в составе вот этого пакета. Там, это авиабомбы, летающие авиабомбы. Называется JSO. И вот они способны лететь гораздо дальше, чем летают российские авиабомбы. Вот эти крыла, это российские, летают километров на 60. Вот, соответственно, вот эти летают где-то на 110 километров. Запускать их можно с F-16. Соответственно, запускать их есть чем. Вот, вопрос, в каком они будут количестве. Ну, посмотрим, как они нам приглянутся, как они будут помогать. Ну, это тяжелая авиабомба, там, по-моему, больше 200 килограмм взрывчатки в ней. Вот, так что, хорошая вещь, если попадет... А, говорят, кстати, в отличие от российских этих авиабомб, очень точная вот эта авиабомба. И что еще важно, вот, если бы я начал с количеством, чтобы американцы могли их нам поставить много. Дело в том, что они дорого не стоят, поскольку они на складе уже некоторое время лежат. И получилось так, что американская армия от них отказалась. Они, в принципе, это прекрасное оружие. Вот, но одновременно с ними на склады американской армии попали более совершенные с точки зрения американского истеблишмента оружие. И, соответственно, вот этих бомбах больше просто нет нужды. А их у американцев больше трех тысяч. И их собираются каким-то образом списывать, там еще что-то. А они всех в хорошем состоянии, ну, собственно говоря. Вот, так что, ребятки, вот эта вот вещь шикарна. Если действительно это правда и действительно нам их дали, то, я думаю, они вполне себе вписываются в сегодняшние лимиты использования американского оружия по российской территории. Тут особых проблем нет. Это нет, какие-то дальнобойные ракеты. Вот. Ну, а то, что они выносить будут российские позиции в той же Курской Народной Республике или Белгородской Народной Республике. Ого-го, поверьте мне. Только газы шумит. Белгородской Народной Республике